Абсолютизм на Западе и Востоке Сегодня на уроке определим этапы развития феодального государства. Познакомимся с понятиями парламент, генеральные штаты, сеем, кортесы, боярская дума для характеристики формы правления. Ключевые термины – абсолютная монархия, абсолютизм, сословно-представительные органы, парламент, генеральные штаты, кортесы, сеем, боярская дума, земский собор. Осень средневековья – так называл нидерландский историк XX века Йохан Хёйзинга период с XIV по XVI века. Позднее средневековье известно в истории человечества как последний период феодального общества и начало формирования капиталистических отношений, принесших странам Европы значительные изменения. В позднем средневековье своими масштабами выделялись два европейских военных конфликта. Столетняя война, за время которой французы и англичане сформировались в качестве двух отдельных наций. И 30-летняя война, где итогом стало заключение Вестфальского мира, установившего новый порядок в Европе. На международные отношения оказали также влияние и великие географические открытия. Начались первые колониальные захваты Испании и Португалии. Они стали колониальными империями, которые владели заморскими землями. Затем к ним присоединяются Англия, Нидерланды и Франции в XVI-XVII веках. Осень средневековья многое изменила в феодальной экономике. Развитие торговли и установление власти абсолютной монархии способствовали формированию капиталистических отношений, которые постепенно вытеснили феодальные. Традиционное общество стало разрушаться. Если раньше человек стремился быть частью своей общины или племени, то теперь он хотел жить самостоятельно, не зависеть от других людей. Появились новые социальные классы – буржуазия и наемные рабочие, в большинстве своем сформировавшиеся из представителей третьего сословия. Также произошли изменения феодальной иерархии. Теперь феодалы стали прямыми вассалами короля и уже больше не получали земельные наделы за свою службу. Основой мировоззрения средневекового человека этого периода стала идея гуманизма. Отрицалось полное подчинение человека религии. Человек стал больше интересоваться окружающим миром и пытался изменить его. Гуманисты провозглашали веру в творческие силы и способности человека, тем самым способствовали снижению авторитета церкви. Культура позднего средневековья получила название культурой возрождения. Возникнув в Италии, она очень быстро распространилась в европейских странах. Не стояла на месте и наука. Толчком для ее развития послужили великие географические открытия. Чтобы совершать путешествия в открытом море, люди совершенствовали корабли. Крупные открытия совершили ученые в области физики, анатомии и астрономии. Изменилось отношение к ученым. Создавались кружки, где они могли обсуждать научные проблемы. Люди стали активнее познавать мир. Возросла их вера в разум человека, в его силы для преобразования мира. Как вы помните, феодальная государственность прошла ряд этапов. Раннефеодальная монархия – 5-9 века. Феодально раздробленное государство – 10-13 века. Сословно-представительная монархия – 14-15 века. Абсолютная монархия – 16-17 века. Сословно-представительная монархия представляла собой власть монарха и сословно-представительного органа. Собрание представителей разных слоев населения страны. Благодаря системе сословно-представительного монархия могла получить поддержку знати, а также церкви городов в тех вопросах, которые она не могла решить самостоятельно. В соответствии с принципом сословно-представительной монархии, все, что касается всех, должно быть одобрено всеми. В конце 15-го – начале 16-го века происходит усиление королевской власти. Особенно это ярко проявилось во Франции, Англии и Испании. В абсолютных монархиях скандинавских стран, таких как Дания, Швеция и Норвегия, сохранялись элементы сословного представительства. В некоторых странах, например, в Речи Посполитой, абсолютная монархия так и не утвердилась. Монарх пожизненно избирался сословно-представительным органом – сеймом. Период позднего Средневековья в Западной Европе и в ряде стран Востока историки называют эпохой абсолютизма. В этих странах установились абсолютные монархии. Ее признаки и причины установления в большинстве стран были схожи. Ослабление влияния католической церкви привело к поддержке ею европейских монархов. На первый план в управление государством вышли государственные чиновники, местная феодальная знать теряла свое влияние. Они не имели возможности содержать армию профессиональных наемников, оснащенных огнестрельным оружием, артиллерией. При этом феодалы препятствовали развитию торговли и ремесел, устанавливая высокие таможенные пошлины и налоги в своих владениях. Купцы и промышленники нуждались в новых землях и рынках. В 15-м и 16-м столетиях в странах Западной Европы установилась абсолютная монархия. Абсолютная монархия – это форма правления, при которой власть сосредоточена в руках правителя, монарха. Благодаря этой форме правления была преодолена феодальная раздробленность, введены единые законы, создано сильное централизованное государство с развитой экономикой, торговлей и промышленностью. Основные признаки абсолютной монархии. Слово «короля» являлось законом для всей страны. Король единолично управлял казной. Король сам назначал судей. Король единолично устанавливал размеры налогов. Король сам назначал сборщиков налогов. Все жители страны считались подданными короля. И король подчинил себе церковь. В истории есть правители, интерес к которым не угасает. К ним относятся король Франции Людовик XIV и российский монарх Петр I Великий. Правление Людовика XIV стало одним из самых блестящих в истории Франции. Страна стала играть ведущую роль в мире. Время правления Людовика XIV – это время формирования единого французского языка. Время появления нового стиля в искусстве классицизма. Образцом классицизма стал Версаль – дворец, построенный по приказу Людовика XIV в 18 километрах от Парижа. Правление Петра I навсегда изменило Россию. Он прорубил окно в Европу, заставив страну повернуться лицом к западноевропейской цивилизации. Символом его реформ стало строительство Санкт-Петербурга, начатое в 1703 году. Россия завоевала международный авторитет и с тех пор стала одной из самых сильных держав в мире. Как вы думаете, какими качествами должен обладать государственный деятель с неограниченной властью, чтобы принести пользу своему народу и государству? Конечно же, он должен обладать такими качествами, как бережливость, решительность, доблесть, следует проявлять бесстрашие, великодушие, основательность и твердость. О деятельности двух монархов, Людовика XIV и Петра I, подробнее мы поговорим с вами на следующем уроке. А теперь закрепим полученные знания. Расположите этапы развития феодального государства в хронологической последовательности. Проверим. Раннефеодальная монархия, феодально раздробленное государство, сословно-представительная монархия и абсолютная монархия. Приведите в соответствие сословно-представительские учреждения со странами. Проверим себя. Подведем итог урока. В позднем средневековье сложились централизованные национальные государства. Они имели четкие границы, единую религию и чаще всего единую национальность. В них установилась абсолютная монархия, форма правления, при которой главе государства принадлежит неограниченная верховная власть. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok